Доброе утро, мои дорогие! Вон какая красота! Зацвела! Цвела мальчишек сейчас учиться. Самой сил никаких нет. Еле хожу, мои золотые. У нас вчера наступило лето. И вот сразу меня искусали. Видно вам? Видно, наверное? Вот. Не знаю, видно, не видно. Какая-то тварь искусала. Причем я даже не заметила. Такая там срезала цветы, которые отцвели. Нет. Ну что, в результате я всю ночь не спала. У меня температура 39,4 была всю ночь. И сейчас еле хожу. Вот с утра не мерила, но есть, видимо, потому что... Просто совсем никак. Так что лето началось. Вот кого-то не кусают. Я хожу искусанная. Просто вся. Все ноги, вся. Ира смеется, сладкая женщина. Сейчас зайду в магазин. Вот этот магазин Планета. Вроде приличный магазин в приличном месте на площади. Никогда там ничего нет. Вот сколько раз я захожу. Хоть бы раз я там что-то купила. Так что... Еле ноги в волоку. Чувствую себя отвратительно. Ну, в магазин надо зайти. Первый признак наступившего лета это то, что разъелись местные. Если они поснимали куртки, значит, наступило лето. Вот так начинается каждое утро. И как ты себя чувствуешь? Плохо ли, хорошо ли? Идешь поливать. Потому что все пить хотят. Вон он, зеренки уже такие. А чувствую я себя очень нехорошо. Мой хороший. Да. Вот кто меня укусил. Так что я уже третий день. Ну, ладно. Хоть температура спала. А то ладно. Ну, что, мои хорошие. Вот прошло двое суток. Провалялась я с температурой. Практически не снимала ничего. Потому что не до этого было. Поэтому видео будет сегодня просто из кусков. Ну, ладно. Хоть полегче стало. А то прям честное... Вот честное слово. Думала, загнусь. Никак я не ожидала такого. Но вот шишки эти так и не сходят. Вот посмотрите. Вот. Что? Что? Кто? Укусил меня так? Уже Саша звонит. Мама, что это такое? Кто это? Я говорю, да вроде раньше кусали. Но температура не поднималась. Да какие-то мелочь какая-то. Вот. Так что надо сейчас еще сегодня день так более-менее, наверное, надо как-то отходить от этого кошмара. Ребят, все равно приходится же на учебу и кушать, готовить. Ира мне, конечно, помогает, но все равно надо выздоравливать. болеть нам нельзя. Помидоры растут, огурцы растут. И поливать надо, все надо. да, не очень, конечно, приятно, когда ни с того, ни с сего тебя накрывает. у меня же, видите, все в ведрах. Перчики и помидорчики. во всяких ямкостях растут. Ну, а что, все зацементировано практически, а в остальных цветы вот получается, что куда-то сажать надо. ну, и хочу сказать, что нормально вырастает в ведрах. Все растет, все созревает. Уж сколько лет-то уже. 4 года я уже так сажаю. Приходим каждый день с Ирой. Ждем, когда же розочки-то распустятся. может, завтра. Да нет, наверное, еще. Скорее бы, с ними прям так все красиво становится. Вот, смотрите, уже вишенки. Опять, наверное, много будет вишни. Так ее жалко, ее столько пропадает. Ой, вы не представляете. Она же вон высоченная какая. Даже с лестницы не достать. И вот это птички обклевывают. Они падают, потом все усыпано этой вишней. А мы-то собираем так вот только снизу, что достать можно. Не, но все равно не столько будет, как в том году, наверное. В том году было просто вообще. Да, сейчас вон пустоцвета много. Было так жалко. господи. А еще сейчас покажу вам, как грецкий орех цветет. Может, кто-то не... Вот так цветет грецкий орех. тоже дерево старое уже, пообломанное. В общем, но орехи есть. В том году тоже было много. Самое, что интересное, они падают, и потом всю зиму черный из листьев выкапывает эти грецкие орехи и грызет. Вот чего понимал бы, да? Так что черный у нас любят грецкие орешки. Вот такие помощники выросли у нас. Чтобы бабушки не нагибались, да, Егор? Да. Вот ребята все срезают. Ну, уже нарезали мешок и ведро. У нас Гриша-то, конечно, очень парень исполнительный. Егор-то у нас ленивый. Не зря еще Петр первый сказал, рыжих на флот не брать. Аба шельмы. Но заставляет себя. Ва. 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 Субтитры подогнал «Симон»